Всем привет! Вот уже где-то полгода я пользуюсь абсолютно бесплатной сим-картой от оператора сотовой связи Deni.com и решил рассказать вам об этом вам. Это виртуальный оператор, который в большинстве городов работает на сетях Tele2. Но у него есть несколько тарифов, там по-моему 5 штук, из которых 2 абсолютно бесплатных. То есть абонентская плата составляет 0 рублей в месяц и при этом есть целый пакет бесплатных минут, смс и гигабайтов. Но опять же в зависимости от тарифов. Но разумеется, абсолютно бесплатного в этом мире нет ничего и расплачиваться приходится тем, что несколько раз в день приходят рекламные спам, рассылки, смс со всякой рекламой от самого Deni.com и от его партнеров. То есть нужно быть готовым, что каждый день вас будет атаковать вот эта вот спам-рассылка, спам-реклама. Не знаю как вам, лично мне это кажется совсем небольшой платой за полностью бесплатную сим-карту. Тем более, что лично я покупал ее для мобильного роутера. Собственно я и брал симку именно для того, чтобы поставить ее в мобильный роутер, потому что получилось, что у меня есть такая задача, что мне нужен мобильный интернет с совсем небольшим пакетом трафика. Но к моему огромному сожалению, практически ни один из популярных операторов сотовой связи мне предлагает тариф, ну как минимум какой-то совсем уж недорогой, скажем там рублей за 100-150 в месяц. Или же абсолютно бесплатный с каким-то небольшим пакетом трафика. Хотя если быть точным, то у некоторых операторов такие тарифы есть, точнее они были. И в свое время можно было к ним подключиться, получить там 100 или пару сотен мегабайт бесплатных. При этом тоже там абонентская плата то ли никакая, то ли какие-то копейки. Но как-то не знаю, хотелось как-то подобрать какой-то совсем уж прям совсем-совсем бюджетный вариант. И да никому не в этом плане помог. Итак, этот оператор предлагает 5 тарифов. Два полностью бесплатных. В одном есть 30 бесплатных минут, 1 гигабайт трафика и 50 смс. То есть этот тариф больше подходит для умных устройств и смартфонов. А для обычных телефонов, чисто для звонков, есть тариф с 60 минутами и 600 смс, но без пакета бесплатных гигабайт. Из платных тарифов есть дешевый тариф за 100 рублей в месяц, который по годовой подписке можно получить всего за 50 рублей в месяц. Он включает 30 бесплатных минут, 2 гигабайта и 50 смс. Есть еще пара более дорогих тарифов, где пакеты больше. Если вы выходите за пределы бесплатных пакетов, то разумеется будет сниматься небольшая плата за каждый дополнительный мегабайт, смс или минуту. Но можно купить дополнительные пакеты. И самое приятное, что есть возможность конвертации минут, смс и мегабайт друг в друга. То есть, например, если вы используете симку чисто для звонков, то вы можете обменять смс и мегабайты на минуты. Вот лично мне нужен только мобильный интернет. Поэтому, когда бесплатный трафик кончается, я просто конвертирую ненужные мне минуты смс в мегабайты. У Deni.com есть фирменное приложение с вполне стандартным функционалом. Там можно посмотреть свой счет, можно его пополнить, можно посмотреть подключенные услуги, подключать пакеты и так далее. В общем, все вполне стандартно. Лично я пользуюсь веб-интерфейсом, веб-сайтом, потому что, как я уже говорил, симка стоит в роутере. И использую я эту симку исключительно для раздачи интернета. Причем, что интересно, в первый же практически день, как я этой симкой начал пользоваться, я совершенно случайно подключил ноутбук к этому Wi-Fi. И ноутбук обновлениями выжрал весь гигабайт, мне пришлось там докидывать денег. Но удобство заключается в том, что получается, что симку совершенно спокойно можно использовать для раздачи интернета. Хотя, по сути, она предлагается для смартфона. Но расшаривать интернет на ней можно. Ну, теперь поговорим о минусах. Но, если быть точным, это будут не минусы, а нюансы. Ну, потому что все подумают, что это какое-то там заказное видео. И я обязательно должен рассказать о каких-то недостатках. Поэтому я сейчас попробую максимально вот все-все, что мне как-то не понравится, высказать вам. Значит, ну, первое самое главное. Приблизительно где-то год назад, когда я хотел заказать ту симку, в моем регионе заказать бесплатную симку было просто нельзя. Там написано, что, типа, там превышен лимит, нету бесплатных симок. Я подписался, встал в очередь, подписался на рассылку. И через некоторое время, почти через полгода, там мне пришло сообщение о том, что появились бесплатные симки, можешь заказывать. Я заказал, симку получил. Второй нюанс заключается в том, что доставка осуществляется с другого города, по-моему, с Краснодара. В лучшем случае это будет либо же курьером, либо же это будет почтой. И, по-моему, сейчас это почта либо простой, либо заказное письмо за денежку, там, за 120 рублей, если не изменяет память. В любом случае, симку придется ждать какое-то время. Ну, там, в худшем случае, это может быть, там, неделя-две. Мне, по-моему, обычной почтой симка шла неделю, если, по-моему, даже не две. Но в этом плане я никаких проблем не испытал, потому что мне симка срочно не нужна была. Очередной нюанс заключается в том, что раньше, ну, по крайней мере, раньше были какие-то проблемы с активацией. По-моему, и сейчас эта проблема имеет место быть. У кого-то активация сим-карты проходит очень быстро, кому-то приходится ждать несколько дней. То есть, опять же, в худшем случае прибавляем еще несколько дней на сам факт активации, чтобы сим-карта заработала, пусть только вы ее получили. Еще один нюанс. Для некоторых это может показаться какой-то странностью, но на самом-то деле все абсолютно законно, все в соответствии с текущими законодательствами Российской Федерации. Для активации сим-карты нужно будет отправить сканы паспорта и сделать фотку себя с паспортом. Авторизация еще возможна через госуслуги, которая на данный момент почему-то не работает, потому что я заказал себе еще одну симку. Но вообще, еще раз говорю, это абсолютно нормальная ситуация, потому что сейчас, в соответствии с текущим законодательством, каждая симка должна быть закреплена за каким-то физическим человеком. То есть, симка не может быть какая-то левая, оформлена непонятно на что. За каждой симкой, условно говоря, должен стоять конкретный человек. И этот человек определяется тем, что мы предоставляем паспорт и фотку свою с паспортом в руках, чтобы понять, что вы человек реальный. Разумеется, по сути, это вовсе не недостатки, а такие маленькие нюансики, опять же, которые не несут ничего такого прям негативного, но об этом надо было все-таки сказать. Лично для меня недостатком является то, что этот оператор, как я уже сказал, виртуальный, он работает в основном на сетях Теле2, не везде, но в большинстве случаев. И лично у меня есть все-таки места в городе, где Теле2 ловит не очень. Хотя, надо признаться, там, где вообще не ловит Теле2, там практически не ловит никто. Какие выводы можно сделать? Ну, во-первых, это действительно реально абсолютно бесплатная сотовая связь, целых два тарифа, в которых есть определенные пакеты, включенных там SMS минут и гигабайтов, которые достаются бесплатно. Не надо пополнять счет. Если вы не выходите за рамках этих пакетов, не подключайте себе дополнительные пакеты, то, в принципе, эта связь абсолютно бесплатная. То есть, вот реально, я симку поставил в роутер, я только в первый месяц превысил этот лимит, пришлось там немножко докинуть денег, и все, и с тех пор я вообще забыл, я этот счет вообще не пополняю, а интернет, он как был, так и есть. Также плюсом является то, что, ну, по сути, нет никаких подводных камней, то есть, как я уже говорил, бесплатного интернета нет ничего, но в данном случае мы платим тем, что каждый день приходят какие-то спам-СМСки, спам-рассылки. Я не считаю это каким-то таким жутким недостатком, потому что, ну, на мой взгляд, это абсолютно нормальная плата за бесплатную СИМ-карту. Причем, так как я поставил СИМ-карту в роутер, то СМСки туда валятся, естественно, я их не вижу, я их не читаю, мне это вообще никакого дискомфорта не доставляет. Вдобавок, на мой взгляд, эти СИМки, ну, для чего они идеальны? Ну, наверное, для каких-то умных устройств, даже там умные часы, например, да, там, в том числе детские. Если вам ходит одного гигабайта в месяц, то, блин, ну, идеальный вариант. Этого, этой СИМки будет достаточно, например, если вы даже немножко, но периодически что-то продаете, например, там, на таких сайтах, как Авито и так далее, то, естественно, не имеет смысла палить свой основной номер. Вы можете завести вот такую СИМ-карту отдаником, минут вам схватит, в принципе, за глаза, там, даже 30-60 минут в месяц, но только для того, чтобы, в любом случае, вы же будете, в основном-то, не звонить, а получать звонки, входящие-то бесплатные, то тоже отличный вариант. Да даже в планшет эту СИМку можно поставить, потому что гигабайт-трафик он, в принципе, тоже лишним-то никогда не будет, или как резервную СИМку, скажем, можно использовать, когда у вас на основной СИМке кончился пакет интернета, вы, по крайней мере, можете получить еще хотя бы 1 гигабайт, тоже вполне неплохо. А некоторые так и вовсе вставляют эту СИМку в автомагнитолу, ну, на базе Андроида, который тоже там выходит в интернет, хотя, на мой взгляд, там все-таки 1 гигабайта будет, ну, совсем уж мало. В общем, я на себе проверил, так что я могу смело рекомендовать, все ссылочки будут в описании, кому интересно, оформляйте себе СИМки, пользуйтесь бесплатной сотовой связью. Ну, а на этом, пожалуй, все. Большое спасибо, что смотрели это видео. Не забываем подписаться на канал, жмакнуть на колокольчик, чтобы первыми узнать о выходе нового видео, поставить этому видео лайк, написать комментарий, поцеловать жену на ночь или мужа. На этом все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok